День Победы День Победы Ну пользуясь случаем я хотел поздравить всех моих братьев, коллег, участников Великой Отечественной войны еще раз с этим святым Днем Победы Советского народа Великой Отечественной войны. Нас очень мало осталось, но нам надо жить. У нас много дел и работы. Мы очень активно должны заниматься военно-патриотической работой. С праздником, дорогие друзья! С праздником! Что касается моей военной биографии. Я в армию был призван в далеком военном в 1943 году в 17 лет. 17 лет я принял присягу 20 ноября 1943 года, а с 1 ноября я был уже в действующей армии в течение 7 лет. Действующая армия, как и всякая боевая деятельность, она обязывала нас быть готовыми в любую минуту к защите военных интересов нашего государства. На фронте и млад, и стар, потому что 33 категории во время войны служили в армии от 17 до 55 лет. 31 миллион человек. И все, и рядовые солдаты, и офицеры, и другие военные категории, они служили с одной мыслью – качественно выполнить боевую задачу. Никто не думал о жизни дальнейшей, о смерти тем более. Главная задача, чтобы бить фашистских захватчиков. В конце 1944 года я служил в Закавказском военном фронте. Нас всех перебросили в Армению, в город Линакан, на турецкую границу. Очень большое количество войск туда кредитировали, и мы поняли, что будет война с Турцией. Нас очень готовили, там очень мощная, сильная техника, авиация, танковые войска и другие военные соединения. Но летом 1945 года министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Михайлович Молотов объявил, у нас территориальных претензий к Турции нет. Мы по молодости, может быть, по глупости, как-то были вроде огорчены. Нам хотелось отомстить Турции за 2015 год, когда полтора миллиона было вырезан армян в Армянской Республике на всем Востоке. И самое главное – вернуть хлеборобную Карскую область для Армянской Республики. Но не случилось. Я еще прослужил два года, потом поступил в Белийское военное общевойсковое училище, закончил его. И, к удивлению, меня опять направили служить в Линакан. Я в Армянской Республике служил 13 лет. Где-то в 1956 году я, уже будучи лейтенантом, прошел офицерскую службу помощником начальника политодела полка по комсомолу, заместителем командира батареи по поличасти и последний год был секторем партийного бюро отдельного дивизиона. Мне предложили на переподготовку во Львовское военно-политическое училище. Я туда убыл. Там год проучился. После этого попал для дальнейшего уровня Ставрополь в 1957 году, в ноябре месяце, Ставропольское радиотехническое училище. Там я проработал в течение шести лет в политотделе училища. Это очень хорошая военная организация, училище очень знаковое было в Ставрополе, ее уважали. Тогда военное училище было одно, Суворовское, правда, было, а потом уже жили училище связи. Хорошо было служить. Я думаю, что я долго, мне нравилось в политотделе работать. Но в 1963 году пришло распоряжение послать меня для дальнейшей службы на новую землю. Четвертую полярную дивизию, политодел дивизии. Я там прослужил четыре года. Четыре года на новой земле. Значит, нет точки, значит, островов, то есть Ямал, Франции, земли Иосифа и другие, где бы не проходилось бывать. На всей этой территории Ямал, Воркута, Амдерма, земля Франции Иосифа, Новая Земля и так далее, все было, значит, обеспечено военной защитой территорий Северного Ледовитого океана, Заполярья, значит, нашей страной. В 1957 году я вернулся в Ставрополь, но уже в филиал авиационного училища на кафедру марксизма-линизма. Через два года филиал сделали в 1969 году училищем авиационным. Я в этом училище на кафедре марксизма-линизма 9 лет преподавал до 1976 года. В декабре 1976 года я по возрасту уволился из армии. Ну, я уже не говорю, что учеба была сплошная, в том числе в академию не успел попасть, я закончил педагогический институт в Ставропольской заочно, и службой вполне удовлетворен. И в 50 лет, уходя на пенсию, 50 лет, хотелось нам еще служить. Ну, такой порядок в армии был. Вот такой возраст подошел, ты в звании подполковния уволняешься. Вас можно слушать бесконечно, по-моему, да? Да, просто вы рассказали всю биографию, но в ней-то есть все моменты, которые хотелось бы более подробно узнать, да? Вот если говорить сегодня о сегодняшнем празднике, помните, как встретили 9 мая в 1945 году? 9 мая я встретил в городе Лиликане на берегу реки Арпачай, это в трех километрах от турецкой границы. В 2 часа ночи, я уж не помню, каким образом кто-то заскочил в казарму и объявил война. И мы все, кто успел брюки одеть, кто не успел, кто босиком, а кто уже ж весна была, май месяц, там тепло было в это время. Мы выскочили с оружием на улицу. Это объятие, это приятные поздравления. Вы имеете в виду, заскочили и сказали победа? Да, и все победа, 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 победа. И мы там до самого рассвета, никто не ложился спать, все были рады этому мероприятию. Конечно, мы понимали, что многие люди и воины Красной Армии погибли в этой войне. В том числе у меня брат, один родной погиб сразу, второй половина войны в плену был. Ну, как в каждой семье. Поэтому, как в той песне, это праздник радостный, но со слезами на глазах. Потом служба пошла уже, конечно, как я сказал, своим чередом. И мы, конечно, с удовольствием восприняли окончание Великой Отечественной войны. Ирина Петровна, у меня к вам вопрос из вышесказанного. В этом году, 71-го годовщину победы в Великой Отечественной войне, сколько ветеранов будет отмечать в Ставрополье? Ну, на сегодняшний день в городе Ставрополь у нас ветеранов Великой Отечественной войны 2611 человек. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, это отруженики тыла, реабилитированные блокадники Ленинграда, ну, и другие категории. Вот мне просто хочется сказать, что, с сожалением я хочу сказать, что у нас их становится с каждым годом все меньше и меньше и меньше. Вот приведу такой пример. На сегодняшний день инвалиды и участников войны у нас 503 человека в городе Ставрополь. На эту же дату, 70-летие победы прошлого года, у нас им было 638. Цифры, конечно, не радуют, скажем так, с каждым годом. Я знаю, что законодательство Российской Федерации предусматривает меры социальной поддержки, которые призваны создать достойные условия жизни для ветеранов. Вот скажите, пожалуйста, что подразумевается под формулировкой «достойные условия жизни» и как в настоящее время в Ставрополь проходит эта программа? Меры социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной в соответствии с федеральным правовым законодательством – это производятся компенсационные выплаты, они производятся своевременно и в полном объеме. А то, что касается жилищно-бытовых условий, например, в соответствии с указом президента Российской Федерации об улучшении жилищных условий ветеранов. Ежегодно мы подбираем жилье в соответствии с субсидией из федерального бюджета ветеранам. Вот за последнее, с 2008 года у нас улучшили жилищные условия 446 ветеранов Великой Отечественной войны, то есть получили квартиры. На сегодняшний день у нас на очереди на получение жилья стоят 13 ветеранов. Вот в текущем году 7 ветеранов уже получили жилищную субсидию. И у них сейчас стадия оформления жилья в собственности, и мы им помогаем подыскивать жилье и помогаем оформлять документы. Кроме того, за счет бюджета Ставропольского края мы оказываем помощь в ремонте жилья ветеранов. На сегодняшний день городу Ставрополь выделено почти 3 миллиона, так сказать, денежных средств на ремонт жилья. 38 ветеранов воспользовались этими деньгами на сегодняшний день, 20 уже закончили ремонт жилья, 18 в стадии окончания. Деньги, которые были заложены этот год, мы постарались использовать до 9 мая. Кроме того, за счет бюджета города Ставрополя мы выделяем денежные средства в размере 50 тысяч одиноким и одинокопроживающим ветеранам. Тоже так же для ремонта жилья. На год нам заложено 1 миллион 350. Если вот посчитать, за последние 5 лет у нас было, как сказать, использовано 37 миллионов рублей за счет бюджета города и краевого бюджета. А вы говорите успеть до 9 мая, чтобы сделать подарок такой? Да, это была цель поставлена, чтобы сделать ремонт жилья до 9 мая, как бы подарок ветерану. Скажите, какие основные мероприятия, те мероприятия, которые проходят и прошли сегодня уже, в которых принимали участие непосредственно ветераны? Ну, могу сказать, что во всех мероприятиях города Ставрополя принимали участие ветераны. Они, конечно, сегодня спросили Петра Ивановича, немножко устали. Где-то активнее, где-то... Да, начиная со стены памяти, которая у нас была 4 числа, это продленная стена памяти на проспекте Октябрьской революции, прием главы администрации города Ставрополя ветеранов, прием губернатором был проведен, где 12 наших ветеранов принимали участие. Очень красивое мероприятие было 6 числа, это открытие аллеи городов-героев, где тоже принимали ветераны. Торжественное собрание, более 100 ветеранов приняли участие. И, естественно, Парад Победы 9 мая, куда были приглашены более 150 ветеранов. А вот, опять же, возвращаясь к теме количества ветеранов, состояния здоровья, наверняка немногие, точнее, наверняка многие не смогли присутствовать на торжественных мероприятиях различных. Была ли предусмотрена какая-то программа поздравления вот таких ветеранов, которые дома? Обязательно, обязательно. За каждым ветераном, но это в общем, не только, которые находятся дома, и все инвалиды, участники войны, закреплены предприятия, организации, школы, которые посетили их до 9 мая на дому или пригласили на свои мероприятия. Структурное подразделение администрации города Ставрополя имеет каждое структурное подшефного ветерана, инвалида Великой Отечественной или участника Великой Отечественной. И цель каждого структурного подразделения дойти до каждого ветерана, поздравить и вручить подарок. Это было сделано. Те, которые не смогли прийти на парад, не посетить мероприятия, также к ним дошли, так сказать, подшефные, поздравили, уделили внимание с Великим Праздником Победы. И я надеюсь, что ни один ветеран у нас не остался без внимания. Как настроение у ветеранов? Праздничное? Конечно, праздничное. Конечно, праздничное настроение. Как бы вот приходя к людям, они, как бы им плохо ни было, но они бодрились, они были рады. Праздник со слезами. Можно добавить. Конечно. Значит, на проведенных несколько, три или четыре комитета победы, главой администрации города Старапа, Ставрополя Андрею Хасановичем, им была поставлена задача для руководителей администрации районов. Значит, рассмотреть вопрос посещения одиноких, лежащих больных. Я присутствовал на хозактиве Ленинской администрации, где прямо было принято решение, закрепленные за крупными материально возможными предприятиями по три-пять ветеранов. За организациями, за предприятиями, за магазинами и так далее. И вот до 9 мая в течение 10 дней вот это прямо колоннами шла работа, значит, по поездке на квартиры к ветеранам. В том числе сами магазины, организации. Вот последние три дня два телефона, один говорю, принимаю, второй звонит, второй начинаю. Сколько можно ветеранов поздравить? Кому можно пойти посмотреть, поздравить? Кому какая помощь нужна? Я, как председатель Совета ветерана, в этом отношении очень благодарен жителям города Ставрополя и администрации города Ставрополя, и в первую очередь Андрею Хасановичу Джадоеву. Вот за такое доброе, разумное, спланированное отношение дойти до каждого ветерана Великой Отечественной, труженика тыла к 9 мая. Мне кажется, что это самый главный праздник, потому что есть другие праздники, да, о которых там, может быть, где-то больше говорят. Ну, хотя 9 мая, наверное, тоже немало. Но есть настроение, правильно? Вот то, когда люди просто бескорыстно хотят поздравить, чистого сердца как-то порадовать ветеранов. Возвращаясь к вашей организации, да, к городскому совету ветеранов, которого возглавляете. Что это за организация? Какие категории граждан туда входят? Какие задачи у этой организации? В совет ветеранов входят все ветераны, которые имеются в городе. Все ветераны. Начиная от участника Великой Отечественной войны, а от ветерана, который вчера ушел на пенсию. Это все наши люди. Другое дело, значит, они как-то по категориям. Вот ветераны Великой Отечественной войны, во-первых, они востребованы больше. И они, как бы ни было, но они больше принимают участие, активнее во всех мероприятиях. Школы, вузы, техникумы. А теперь мы уже начали и в детских садах бывать, занимаются военно-патриотической работой. Это встречи с молодежью, это круглые столы, это зорница и другие мероприятия. А, значит, положим, ветераны вооруженных сил, которые несколько помоложе, казалось бы, вот они должны активнее. Но, к сожалению, они все почти работают. И в них физической времени нет. А так все, кто... Ветераны продолжают выручать, да? Да, очень выручая. Я так понимаю, основная задача, одна, может быть, из основных, это вот преемственность поколений, да, чтобы... Преемственность и... Чтобы новые поколения знали и помнили свою историю, правильно? Чтобы... И если говорить о преемственности, то я всегда подчеркиваю участников боевых действий. Это ветераны, которые на несколько лет моложе нас. Но нам приятно уже, мы победили в великотечественных. А после нас, когда был Афганистан, когда была Чечня, когда другие конфликты, молодые военнослужащие и, в первую очередь, офицеры, они, конечно, активнейшим образом стояли на позициях России. Ну и Сирия, в том числе, вы уже сказали, показала, наши военно-воздушные силы проявили такой героизм боевой возможности, что западные политики, которые не хотят соглашаться с некоторыми мнениями России, А теперь, учитывая вот возможности в Сирии нашей последней, они стали очень осторожны и прислушаться к мнению России во многих делах. Поэтому мы вот такой смене молодежи благодарны и считаем, что так и должно быть. Ну, а главная все-таки задача наша, это воспитывать из молодежи гражданина России. И гражданина России теперь с третьего класса ученик уже знает, что есть такая профессия – Родину защищать. И в этом направлении мы работаем с молодежью. Как молодежь? Хорошо поддается? Вы знаете, вот если вы можете как-то сомневаться в моей высказывании, я настолько удовлетворен воспитательной работой и жизнью в школах. Конечно, там есть трудные ученики, конечно, слабовоспитуемые, но в своем подавляющем большинстве это настолько вот они на мероприятиях готовы вот чуть ли не физически работать. Сомневаться в ваших словах я просто не имею права. У меня вот такой еще вопрос есть. Мы сейчас все успели заметить, и зрители, я уверен, на улицах города появились баннеры с изображением фронтовиков на многих улицах города. А скажите, по какому принципу выбираются кандидатуры на вот это размещение, скажем так? Ну, во-первых, мы, кто если предлагал, мы не отказывали, никому не отказали. А главным образом на баннерах размещены активнейшие участники Великой Отечественной и члены Советов ветеранов района и города. С этих позиций, там более 70 человек, значит, мы разместили на баннерах. Ну, нареканий и других предложений не поступало, а вот на этом мы остановились. Это только члены общественной организации Совета ветеранов района, микрорайона и города. Они в микрорайоне работают, они в Совете ветеранов района работают, они работают в Совете ветеранов города. Ветераны очень активные люди, особенно в преддверии 9 мая, да? Всегда, не только в преддверии. Ну, в преддверии очень востребовано так, что ни минуты нет свободной. Буквально сегодня вот получилось так, что получилось вам прийти. Расскажите, пожалуйста, о параде. Ветераны принимают участие в параде и вы лично принимали участие в параде. Какие ощущения? Значит, я как председатель, как ветеран благодарен администрации города и края за вот такое внимание к ветеранам. Вы посмотрите, что сегодня 9 мая делалось. К параду, значит, вся площадь занята населением. Значит, размещение ветеранов установили прекрасные, хорошие стулья. Все ветераны сидят. Это первое. Второе. По районам. Потом, когда парад закончился, и шестье пошло к вечному огню, все ветераны идут по районам в колонии с районом. Для нас все мероприятия, которые проводятся сегодня 9 мая, это нам сладкий мед на душу. Это благодарность нашему брату, погибшим ребятам Красной Армии и живым, которые есть ветераны, что так по-отечески администрация, страна относится к победителям Великой Отечественной войне. Ну, наверное, чувство переполняет, когда идешь на параде, да? Конечно, конечно. Тут такое удовлетворение, такое удовольствие, такое настроение. А потом же еще и мы с помощью администрации пытаемся, чтобы каждый, кто может, наркомовский сограмм отметил. И в это время своими друзьями, своими товарищами за столом или просто в палатке, или около палатки, это дорогого стоит. Вот такое отношение к ветеранам, она просто продляет нашу жизнь и дает уверенность, что будет и впредь доброе, положительное отношение к ветеранам. Петр Иванович, если вот говорить о наградах, какая из наград, в первую очередь, у вас, как бы, вот, вы начинаете думать о ней? Ну, я только 7 месяцев был действующей армией, поэтому первую награду я получил за боевые заслуги, за войну, а уже после войны получил медаль за победу над Германией и ордена Отечественной войны второй степени. А все остальное, что у меня на груди, это за 36 лет кадровой службы в вооруженных силах Советской Армии и Российской Армии за доброе отношение к службе. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Давайте на прощание еще раз поздравим всех наших зрителей с Великим Праздником, с Праздником Победы. Пожалуйста. Поздравляю всех наших зрителей с Праздником Великой Победы, особенно поздравляю ветеранам. Хочу им сказать огромное спасибо за чистое небо над головой, за то, что они дали нам эту жизнь, как мы сейчас живем. И пожелать им здоровья, здоровья и здоровья, и чтобы всегда рядом были родные и близкие. Я в радостном праздничном настроении по случаю мероприятия, которые прошли на площади имени Владимировича Ленина, еще раз благодарю трудящихся города Ставрополя за доброе, за хорошее отношение к ветеранам. Эти цветы, эти поздравления, эти постоянные фотографирования, это жизнь прибавляет ветеранам. Ну и, конечно, хотелось еще раз подсказать и сказать спасибо администрации города и администрации правительству и губернатору Ставропольского края. Спасибо вам за доброе отношение к победителям во время Великой Отечественной войны. Здоровья вам и долгих лет. Спасибо. Спасибо вам большое. Напомню, сегодня у нас в гостях были председатель городского совета ветеранов Петр Иванович Куролесов и руководитель комитета труда и социальной защиты населения администрации Ставрополя Галина Петровна Волкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова